Доброе утро, друзья! Вообще, у нас кормление начиналось с вот этого кота, кошки. А сейчас что-то такая орава пришла. Слушайте, их все больше и больше становится. И ты, друг, и тебе я тоже что-то выношу обычно. Вас слишком много в последнее время что-то стало. Я просто не успеваю всем давать. Но мы все равно подкармливаем с Машей. Хоть немножко, но это... Не всем, конечно, достается. Но я очень надеюсь, что все-таки другие люди тоже их кормят. Вот такое количество котов наших, уйдукентовских, можно увидеть только утром. Они нас ожидают у порога. Вот это наша любимая кошка. Да. У тебя где-то котятки, да? Я знаю, что ты беременная была. Сейчас приходишь с утра пожрать. Да, Маш, это наш кот. Дерутся. Ну, что поделаешь. И этот товарищ. Он очень дорожелюбный, хотя он очень большой. Он хвостом машет. Мы ему остатки еды выносим. Ну, что ты маленькая. Маша ее очень любит. К сожалению, к себе не можем взять. Я уже говорила, у Маши аллергия на котов. Мы были взяли с улицы кота. У нее такая дикая аллергия. Так, а ты подралась, подруга? Ты подралась, подруга? Что у тебя тут, клещ, что ли, сидит? Эх, клещей ты цепляешь. Потом я тебя поймаю, мне сейчас некогда. Обработаю тебе. Эти вон тоже заглядывают. Ну, ладно, друзья. Пошла я на базар. Смотрите, как у нас много зелени. Круто, по-моему. Я, конечно, посмотрю кое-какие цветочки, но только те, которые выживают. Через месяц уже в Россию ехать. Вот эти, какая прелесть. Это жасмин. Я на базар обычно очень рано утром еду, чтобы весь день был свободен. Не все, конечно, распаковались, но обычно я все нахожу. Рассаду много продают. Пойдемте сначала посмотрим, а потом, в общем, на это это. Черешня появилась по 100 лир на входе. Дальше посмотрим. Я непременно куплю фасоль и горух. В последнее время не могу есть мясо. Догоняюсь, короче, растительным протеином. Да, все еще распаковываются. Слабенько пока. Арбузы вовсе продают, но это пока еще не местные. Все еще иранские. Зеленая алыча, но это стандартная наша. Так, этот самый, как она? Ени-дуния. В России ее нету. Много-много абрикосов. Абрикосы непременно купим. Черешни не слишком много. Пока еще не сильно красные, как вижу. Местные бананы появились. Маша спрашивала кубнику. Что-то ее не очень много, на самом деле. Итак, черешня по 60, по 100. Ну, между этими понятиями. Кубника. Кубника по 60 лир. Дороговато. Было уже по 50. Ну, или я так дорого купила. Сейчас еще раз посмотрю. Так, я не дуния. Тоже надо будет купить. Пока цены еще что-то не разложили. Посмотрим. Тут какая-то крупная. Такую тоже что ли купить. Крупная клубника вообще по 150. Что-то совсем перебор, на мой взгляд. Ну, не знаю, насколько она сладкая. Красивая, конечно, но не знаю, сладкая ли. Здесь давайте спросим. На кадарке раз. На кадар. Это по 100 лир. Наверное, тоже килограммчик. Возьму на пробу. Еще, друзья, по ценам. Ени-дуния 60 лир. 50-60. Кайсы 50-60. Хороший Эрик 50-60. Какой поменьше, он, ну, так сказать, можно и по 40 купить. Хулаги Альсен. Так, дальше, дальше, дальше. Я так, горох еще не приобрела. Надо будет горох приобрести. Посмотрим. Знаете, вот на базар отправляюсь. 1000 лир в этот самый, в лед просто. Вот цветы этого продаются. Как его, кабака. Перец на дому. Что-то дорогой, 60 лир. В микросе можно по 30 купить. Какая хорошая зелень. Наверное, надо взять. Так, что я еще приобрела? Ну, так, по ходу расскажу вам. Горох в стручках 25. Ну, там лук, зелень. Я что-то не посчитала. Просто спросила, сколько получается. У нас вот такой огромный салат. 20 лир стоит. Мне бы надо розовые томаты найти. А, вот и нашла я их. Потому что в микросе отвратительные продаются. Я вот эти вот люблю на салат и эти сэндвичи. Отличные огурцы по 25 лир. Я купила шпинат, поэтому мне нужна ювка. Пойду вон там куплю. Хочу пирог сделать. Сейчас цены на свежую ювку. Одна штука 10 лир. Вот, я 6 штук купила. Очень классные здесь ристы. По 75 лир. Итак, друзья, наверх я не пойду, наверное. Там все то же самое. Помидоры вон вообще по 12 почему-то. Но это это, на готовку. По 20 можно купить. Я купила розовые по 30. Я, как говорила, это на сэндвичи и на салат. А так все примерно одинаковое. Черешня появилась. Нектарины появились тоже от 60 до 100 лир. Сейчас пойду, короче говоря, яйца еще куплю. Яйца, как говорят, турки чоканамли. Потому что мне нужно будет этот самый. Как-то восполнять свой протеин. Я не могу мясо что-то в последнее время есть. Переела называется. А, кстати говоря, эти отошли. Как они? Чала отошла. Зеленый миндаль. Не вижу вообще. Быстро отходит. Черешня только появилась. Она будет дешевле. Ну ладно. Пойдемте купим яйца. Посмотрим цветы. Если мне денег, конечно, хватит. Так, я тут уже была. А, забыла вам сказать эти самые арбузы. Но они еще не местные. По 25 за килограмм. В принципе, по 36 в этом. В Айсбире на доставке. В Мегросе примерно так же. Но они невкусные. Раз на раз не приходится. Лучше подождем свои. Покупаю, как обычно, яйца. Вот эти вот. 15 штук 60 лир. Они очень большие, хорошие. Так вот. В общем, едем домой. Тоже будем работой заниматься. Я задержала анонимные истории, как обычно. Так, солнышко выглянуло. Уже теплее стало. Многие люди приезжают к концу базара. Потому что многое становится дешевле. Отдают за бесценок. Какие клевые помидоры розовые. Эх. Ну ладно. Я вроде тоже неплохие взяла. Лето начинается. Все есть, все хочется. Но все дорого. На самом деле. Вообще, я очень люблю базар. Люди добрые здесь. Сейчас разговорились. Короче, с одним продавцом. Им интересно, что это такое. Я снимаю, что это телефон или камера. Говорю, что раньше я 100 лир брала. И могла на базаре купить все. Сейчас мне 1000 лир не хватает. Говорят, ну инфляция такая. Пойдемте домой пироги готовить. Ну да, цветочки обязательно посмотрим. Есть тут одни цветочки такие в горшках. Я их и забывала и поливать. И переливала водой. И не доливала. Они у меня выживают. Вот хочу такие же еще одни купить. Я тут у одних людей все время покупаю. А у них сегодня нету таких цветочков, какие мне нужны. Здесь видите, как все сложно. Вон там вроде в Саксе есть. Посмотрим сейчас. Вот такие подвесные горшочки. Сейчас, если найду. Так. Я их по листикам отличаю. Ну вот, друзья мои, с базара я купила вот этого красавца за 150 лир. Недорого. В общем-то, он очень много требует воды. Красивый. Поднялся прямо. Я, наверное, до уезда или ничего покупать не буду. Или буду покупать то, что вот хорошо себя чувствует. Вот этот цветок у меня когда-то куплен был. Когда? Почти два года назад. Он разросся. Переносит холод. Переносит то, что я забываю иногда его полить или заливаю. То есть, вот такие цветы мне нужны. Гибикус у меня красиво зацвел. Первый раз у меня тля его не съела. Как-то не дошла до него тля. И много-много цветочков сразу дает. Погода у нас фиговая все еще. Морушка не прогрелась. Ну, живем, ждем тепла. Вообще, друзья мои, живем, радуемся жизни, насколько возможно. Цены у нас очень аховые в последнее время. Промежуточного подъема зарплаты не ожидается. Но вроде как говорят, что сейчас минимальная зарплата ниже, чем уровень нищеты. Например, на 4 человека, семью, мама, папа и двое детей, минимальный уровень выживания, так скажем, 20 тысяч лир. А минимальная зарплата, это 17 тысяч лир. То есть, если один папа на минималку работает, то семья нищенствует. Ну, несколько лет, скажем так, назад еще возможно было проживание, когда мама просто эвханемы, просто домохозяйка. То сейчас нужно, чтобы хотя бы минимально мама тоже работала. К сожалению, это наши новые реалии. Еще что по ценам хотела вам сказать. Ну, я знаю, что вот это видео про базар смотрят туристы, которые сейчас собираются, в общем-то, в Турцию. Сейчас где-то в кафешке на двоих посидеть на самое-самое минимальное. Там, я не знаю, взять, ну, как у нас на постсоветском называются шаурмы. Две. Здесь шаурмы нету в Турции. Она называется дурум на самом деле. Если где-то кто-то называет дурум шаурмой, но это чисто для наших. Так вот, взять два дурума, два айрана, скажем, выйдет где-то около 400 лир. На данный момент, ну, примерно на 3 умножайте, если хотите, в рублях получить. Ну, это совсем студенческая еда, то есть легкий-легкий перекус. Вот, например, мы с семьёй идём на троих, мама, папа, ребёнок 7 лет. Ну, выходит где-то на 800-1000 лир, на троих просто кафешка. Без излишеств, но с колой, например. И с тем, что, в общем-то, семья хочет. Без пива, естественно, без алкоголя. Если просто посидеть в ресторане, тоже, в туристических местах, без алкоголя будет где-то 4-5 тысяч лир на троих человек. Сезон начался в туристических местах только так. С алкоголем, ну, будет 7-8 и выше выходить. Если прям совсем крутое туристическое место, то там цены настолько зашкаливают, что я не могу даже примерно подсказать. Если вы уходите из туристических мест вглубь города, ну, на сейчас, где-то 1000 лир на человека в ресторане получается без алкоголя. То есть примерно так рассчитываете. У нас по Кушадосе проезд всё ещё стоит 14,5 лир. Причём эти половину лиры, 50 курушей, многие люди даже не забирают от водителя, потому что им водителю неудобно. Ну, и нужно где-то 30 поездок проездить, чтобы была одна бесплатная поездка на автобусе. В общем-то, люди на это так смотрят и говорят, что ладно, 15 лир за один проезд. Но это только по городу. Чуть дальше, вот здесь вот, выезжаешь за пределы города, туда дальше, к Давузла, Руссуке и так далее, то уже цены сильно разнятся. Причём сейчас очень уши и водители, во-первых, даже если дом уж маршрутка полная, они останавливаются, и чтобы туристы залезли. Уже наблюдаю по городу, как неправильно дают, например, сдачу туристам, которые плохо объясняются на турецком. Подвозят так, в общем-то, за плату, что нужно на второй дом уж садиться, хотя могли на одном доехать. Лишь бы забрать туристов, лишь бы взять с них деньги. Ещё что я вспомнила. Ну, по хлебу можно ориентироваться. У нас везде давным-давно хлеб обыкновенный, самый дешёвый белый, стоит 10 лир, то есть, ну, примерно 30 рублей. Если какой-то особенный хлеб, там будай, цельнозерновой, ещё какой-то экшимая, то есть, с кислыми дрожжами, он тяжёлый, он вкусный, то там доходит даже до 50 и до 100 лир за буханку, потому что, ну, крупный, например, 100 лир стоит, и тяжёлый. Всё стало дико дорого. Видно, что люди экономят мясо, почти не берут мясо, там зашкаливает до 800, до 1000 лир, и больше гораздо. Я вижу, что даже качественные магазины, например, где же мы заказывали, в Юсуф Кёфтеджи, ну, это и столовка, в общем-то, и Касабш, где мясо продают. Заказывали кузу крема, то есть, бараний фарш, и кусочек какой-то непонятный, весь такой, ну, явно отличающийся, к нам подложили, хотя весь фарш дорогой всё равно, и видно, что вообще какое-то, может быть, старое мясо доложили, сильно отличающиеся, не стесняются вообще. Здесь даже вот если на доставке, то выяснять отношения вообще сложно. Они по телефону тебе да-да-да говорят, а сами не приезжают, не забирают, не обменивают, только на месте, в общем-то, если брать. Ещё что изменилось в плохую сторону и стало дороже. Доставка на дом еды. Я знаю, что туристы этим мало занимаются, но многие турки занимаются, и, к сожалению, я могу сказать, уменьшились не только порции, но и хуже стало качество. Поэтому я всё мужа склоняю, хватит там, ты там хочешь какой-нибудь дурум или что-то, пойдём лучше покушаем на месте. Там хотя бы можно за это спросить изготовителя. А на доставке вообще всё плохо. Или не те ингредиенты кладут. Или что-то добавляют от себя, или убавляют. Очень многих акций в интернете есть, например, там при заказе от определённой суммы добавляется там кола или аэран дополнительный. Вообще это не вкладывают. И качество, кстати, сильно уменьшилось. Так вот, ещё что хуже стало. Уже не стесняются делать два разных меню для туристов и для местных. Мы как-то едем вот из отеля после спорта, после занятий по плаванию для ребёнка. Решили съесть Тантуни. В общем-то, в центре есть наш любимый там ресторанчик Сечкен Тантуни. Он находится здесь, на самой туристической улице. Но вроде как качество не изменял. Всё вкусно, всё как из Мерсена, настоящий Мерсен Тантуни. Пошли мы туда. Я такая уставшая. Сели мы за какой-то столик, беру меню первое попавшееся. У них по столикам меню разложено. Ну и пытаюсь там что-нибудь выбрать. Какое там Тантуни съесть и так далее. Мерт пока с этим хозяином разговаривает. Они как бы знают друг друга и так далее. Я там уже вроде как выбрала. Хозяин такой убирает у меня из рук меню. Прямо чуть ли не в наглую. Типа, Бекли, Бекли, Рабло, подожди. Сейчас тебе меню дадут. Я в непонятках. А он так косо на меня смотрит. Ну, понимает, что я иностранка. Но всё-таки муж у меня турок. Поэтому, типа, подожди. И его жена выносит мне турецкое меню. Разница в этом меню, знаете, какая? Первая разница, что всё написано на турецком. В турецком меню. А в туристическом меню всё на английском написано. И цены разнятся на порядок. То есть, например, там, сейчас навскидку вспомним. Ой, по-моему, там Тавук Тантуни стоит что-то для местных 170 лир. А для туристов 240. Поняли, да? Может быть, мы с мужем мимо будем пробегать. Я вам засниму этот ресторанчик. Напомню. Чё как. Для тех, кто будет в Кушадосе. Но в их защиту скажу только одну вещь. Они только открылись. И, видимо, ну вот так вот у них идёт, чтобы поддержать работу ресторана. И второе, у них действительно очень всё вкусно и традиционно. И они ещё сами производят шалгам. Такого вкусного шалгама за последние вот 10 лет, как я живу в Турции, не пробовала вообще. Это что-то божественное. Сейчас Турция стала безумно дорогая. Она действительно остаётся раем на земле. Особенно для отдыха. Но если у вас есть деньги. А для проживания, если вы неплохо зарабатываете. Ну, очень большое количество местного населения. Ну, и не местного, приезжих по разным причинам. Действительно страдают от безденежья. Выживают, так скажем. Ладно. Если вас сильно интересует что-то по ценам, ну, так скажем, не заоблачное. Если я это знаю, я вам в комментариях отвечу. Спрашивайте. А на этом всё, друзья мои. Всем любви, добра и счастья. Всего самого наилучшего. И пока-пока.